Почётное звание заслуженной пожарной Московской области присваивается Чеснокову Дмитрию Васильевичу, Ленинский городской округ. Я испытываю чувство гордости в первую очередь не за себя, а за всех нас, за всех коллег, которые стоят 24 часа в сутки на страже Московской области для спасения жизни людей. Сейчас в Подмосковье около 13 тысяч человек работают спасателями. В торжественной обстановке профессионалов нелёгкого дела поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Из-за всю историю этого доблестного ведомства в разных уголках страны спасатели, люди разных профессий выручали и находились рядом с теми, кто оказывался в критических сложных ситуациях. Первое отделение на выезд. Деревня Жапкино, улица Троицкая, дом 10А. Вид раздымления. Более 18 лет службы, 14 из которых в должности помощника начальника караула. Дмитрий Чесноков признаётся, за всё время его работы не было ни единой похожей чрезвычайной ситуации. Каждый вызов индивидуален, но всякий раз решение нужно принимать немедленно. Риск должен быть оправдан. И если нас учат, и мы тренируемся таким образом, чтобы при угрозе жизни для здоровья людей мы осознаём весь риск и идём на этот риск сознательно. Дмитрий – первый пожарный в своей семье. Это был его полностью осознанный выбор. Профессия мужественная, благородная, требующая хорошей физической подготовки. Работать в такой сфере дано не каждому. Спасать жизни тысячи людей, рискуя своей. Каждый пожар, он не похож на предыдущий, но нас учат, и мы тренируемся подавлять, стараться подавлять свои эмоции и действовать согласно тому, чему нас учили. И откладывать эмоциональный фон на второй план. Это коллективный труд, подчёркивает Дмитрий. Он всегда делится опытом, помогает новобранцам. В таком нелёгком деле главное – действовать слаженно. Каждый боец должен строго следовать приказам старшего по званию. Ведь от этого будет зависеть успех всей операции. Дмитрий Чесноков уверен, в пожарной охране случайных людей нет. Эта профессия поистине героическая. Зачастую случается так, что доли секунды могут решить судьбу человека.